Как же так? Любимые картонные коробки вдруг начали ездить, но дальше произошло нечто необычное. Во-первых, огромная движущаяся рыба, но каждый раз все попытки заканчивались неудачей и спасла только случайность. Привет, я Энни Мэджик, и вам, ребята, очень понравились розыгрыши с моими кошкой и собаками. И в этот раз я придумала пранки с новым роботом-пылесосом. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропускать ролики, и начнем веселиться. Пушистиков я пока что в комнату не пускаю, чтобы они не видели, что я делаю. Я пока все подготовлю, а вы ставьте лайк этому видео, если тоже, как и я, любите розыгрыши, и пишите в комментариях свои идеи. Помните, ребят, я уже покупала роботы-пылесоса iLife, и мне они очень понравились. Так вот, самый прикол в том, что их у меня больше нет. На самом деле, не успела я ими толком попользоваться, как я узнала, что мои друзья тоже хотят их купить. Поэтому я решила сделать им сюрприз и подарить им их. А себе заказала новый. Это просто модель еще круче предыдущих V8S. Тут, как всегда, зарядная, инструкция, пульт, комплекты щеток, фильтров. Но самое главное для меня в новой версии, это то, что он лучше всех подходит для розыгрышей. Я, конечно же, шучу. У него реально намного больше объем, 750 мл, и он может работать аж 2 часа. У него есть все виды уборки. Обычная, влажная, он умеет чистить ковры. И самое прикольное, это то, что у него есть реально умный мозг. И камера вот здесь, вот 360. Я думаю, вот здесь вот эта самая камера. Так вот, эта камера и умный мозг помогают ему в передвижении по дому. То есть, чтобы он не врезался в стены, в мебель. Короче, еще очень много самых разных плюшек. И для меня это реально важно, потому что скоро мы переезжаем в частный дом, и мне он там точно пригодится. Так что, если вы тоже захотите себе вот эту вот умничку, ссылочку я оставлю внизу. Покупайте, а мы начнем. Кажется, мы тут такие развлекаемся и веселимся, но не только подобные розыгрыши развивают животных и помогают им учиться не бояться обычных предметов быта. Пранк номер один, ожившая коробка. И сейчас я всех сюда запущу. В начале розыгрыша все животные не могли сообразить, что же происходит. Каким образом обычный предмет вдруг начал передвигаться? Ведь коробки обычно стоят на месте. В них можно залезть, их можно нюхать, и они никуда не убегают. А тут такое. Конечно же, из-под коробки исходит звук робота-пылесоса. Кстати, у этой модели он еще тише, чем раньше. Это шуршание тоже для питомцев странное, и они все находятся в недоумении. Ну а я заодно приберу комнату. Посмотрите на Юмичу, она явно заинтригована. Она пока что не рискует подходить и проверять, но внимательно наблюдает за передвижением робота. Киса Алиса явно насторожена и не понимает, как же так, любимые картонные коробки вдруг начали ездить. Все в основном расположились в лежанках, это безопасное место, и по очереди высылают разведчиков. То Софи пойдет, проведает, как там поживает ожившая коробка, то Юмичу идет поддерживать киску Алиску. Она даже пытается с ней играть, пока коробка ездит, что подтверждает отсутствие страха странного предмета. И вдруг Миша заинтересовывается, но рисковать не хочет и не подходит. А вот Эйвон решил проверить, что же тут такое происходит. Из-за того, что мои собаки очень хорошо развиты и сталкивались с самыми разными ситуациями в жизни, они не особо нервничают, не пугаются, не убегают, не прячутся. Даже киса Алиса, несмотря на то, что кошки в принципе не очень любят пылесосы и многие их боятся, насторожена, но все-таки заинтересована. В конце концов, когда ожившая коробка замерла и перестала издавать звуки, ребята бесстрашно изучили ее, и все. Надо сделать парочку сториз в инстаграм питомцев. Кстати, не забывайте на него подписываться. А по нашей новой традиции, ролики выходят на всех каналах в один день. На Magic Pet сегодня песни, на моем канале очень жизненное видео, и даже на лайв был пятничный ролик. Посмотрите потом, потому что сейчас будет очень интересно. Да, вот кто там шевелился под коробкой, да. Софи, ты его включить что ли хочешь? Пранк номер два. Пранк с кормом, если честно, меня удивил. Софи, например, быстрее всех, без страха сообразила, что нужно делать. Но все не так уж просто, ведь робот постоянно передвигается. Кстати, делает он это очень аккуратно и четко объезжает преграды. И чтобы взять вкусняшку, нужно очень исхитриться. Конечно же, первыми в этом деле были Юмичу и Софи. Они бесстрашно преследовали пылесосы, брали лакомство с крышки, как профессионалы. Но больше всего я была удивлена Мише. Я, конечно, знаю, что она очень любит этот корм, но ее не напугали ни звуки, ни движения. Она стала активно собирать вкуснятину, даже, наверное, поактивнее всех остальных. Кстати, этот розыгрыш еще и помогает приучить животных пылесосу и убедить их, что пылесос это нечто хорошее, а не страшное. Их мозг запоминает так. Пылесос это вкусняшка. Вкусняшка это хорошо. Значит, пылесос это хорошо. И они перестают постепенно его бояться совсем. Короче, когда ребята съели весь корм, я решила повторить эксперимент с кисой Алисой. Отдельно с кошачьим лакомством. Киса Алиса не очень-то любит вкусняшки, и поэтому они ее не заинтересовали. Пылесос уже в десятый раз тщательно собрал весь мусор и шерсть по комнате, а киса Алиса так и не обратила внимания на еду. Но дальше произошло нечто необычное. Тонкие кисточки робота, которые, кстати, круто очищают весь мусор даже под шкафами и в щелях, показались ей очень интересными для игр. И она стала играть с ними, даже когда я его включаю. То есть мы убедили собак, что пылесос это здорово при помощи еды, а кису Алису при помощи игры. Вот так киса Алиса и наш робот стали друзьями. Это было настолько мило, что за происходящим можно наблюдать бесконечно. Мне даже сложно было монтировать эти кадры, потому что хотелось оставить все. Вы теперь друзья? Молодец, дрессированная кошка. А вот этот розыгрыш был очень смешной. Во-первых, огромная движущаяся рыба с открытым ртом смотрелась очень комично. Во-вторых, все пытались как-то залезть в домик. Но сделать это при движении робота невозможно, тем более он же двигается по разным траекториям. Он ведь пытается убрать все помещение и сам знает, куда ему ехать. Короче, ни у кого не получилось, и рыба все время соскальзывала с гладкой крышки. Потом я прикрепила игрушку киске Алиски к роботу и думала, она будет за ней бегать и играть. Но заинтересовало ей это ненадолго. Зато так мне пришла идея следующего розыгрыша для собак. Прицепить к этой резиночке-игрушке лакомство. Это было просто супер занятием на развитие. Ведь чтобы получить его, нужно еще постараться. И выглядело это очень смешно. Робот все время побеждал, потому что он уезжал и увозил с собой такую желанную вкуснятину. Больше всего заполучить лакомство хотела Юмичу, но пытались все. Но каждый раз все попытки заканчивались неудачей и спасла только случайность. Умный робот сам понял, что он разряжается и ему пора ехать на зарядку. Представляете, он сам знает, где она и делает это автоматически. Просто гениально. И пока он добирался, кто-то держал за резинку и лакомства все-таки отвалились. Юми его заполучила, а вот Софии ничего не досталось. Переходите по ссылочкам на другие ролики на остальных каналах. Подписывайтесь и увидимся скоро в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok